Под открытым небом и ярким солнцем собрались речники на открытии 84-й навигации. Долгожданное событие они проводили два последних пандемийных года. В этот раз к нему готовились сотни людей. Ремонтировали флот, утверждали проведенные работы в надзорных органах, обеспечивали безопасность в акваториях и обучали сотрудников. Теперь флот в полной готовности. Решили провести мероприятие, осветить это дело, чтобы люди знали, чем мы занимаемся, что судоходство у нас осуществляется, перевозки грузов, пассажиров на ангаре флот живет и развивается. Мы, в свою очередь, сделаем все, что от нас зависит. Знаки стоят, вода, в принципе, уровни хорошие. Для студента первого курса навигацкой школы Андрея Бабкина эта церемония первая. Юноша рассказывает, выбрал профессию по любви. Сейчас делает шаги, а в будущем мечтает ходить по морям и океанам Востока. Во-первых, это романтика, конечно, без этого. А во-вторых, большая ответственность. И, впрочем, это просто интересно. Вода привлекает, почему бы нет. Более сплоченно меня в гардемарина посвятили. И понял то, что это прямо мое. После церемонии подживое исполнение патриотических песен на ангаре стартовал парад судов разных классов. Технические представили три обстановочных и два буксирных корабля. Пассажирские, теплоход «Москва-67». На нем и отправились будущие речники на прогулку по городской акватории с бодрой песней. Ребята наши обучаются по двум профессиям. Это судоводители и судомеханики. Кроме того, на сегодняшний день нашим техниками мы занимаемся патриотическим воспитанием молодежи. Что на сегодняшний день это немаловажно. Я бы сказал, наверное, это самое главное. Кроме того, мы еще хотим, чтобы ребята, наши ребята были не только высокими специалистами, но и просто замечательными, хорошими людьми. Мы для этого делаем все. И вот сегодняшний выезд, они ознакомливаются. Мы сегодня были в порту. Пока первокурсники только осваивают программу 10-го класса. Некоторые юноши признаются, с нетерпением ждут первой экспедиции, чтобы проявить себя на деле. Навигация официально открыта. Прогулка на теплоходе подошла к концу. И ее гардемарины запомнят на всю жизнь, потому как это был первый выход на воду в рамках обучения. Дарья Макарова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Новости сейчас.